Всем привет! С вами Иван Шигунов и это 96 выпуск 200. Сегодня в программе человек-чайка, дома на деревьях, пластырь-прививка и все это только в позитивных новостях. С них и начнем! День пройдет отлично, если начинайте его с хороших, веселых и милых новостей. Именно такие мы для вас собрали по всему свету. С вами Варвара Семенова. Не будем откладывать. Скоро никто не будет бояться прививок. Ученые изобрели суперпластырь для вакцинации. Работать это будет просто. Вы наклеиваете пластырь, он через крошечные микроиглы вводит вам вакцину, а вы этого даже не замечаете. Никаких шприцов и иголок. В Англии появился поселок для кошек-пенсионеров. В Могисе живут 17 пожилых и больных кошек, которые остались без хозяев и нуждаются в уходе. Для каждой волонтеры построили свой домик, где есть все необходимое. Заботиться о мохнатых пенсионерах регулярно приходят ветеринары и местные жители. Это совсем не похоже на обычную стройку. И все же, это самые настоящие жилые дома. Именно такие начали строить в Австралии, чтобы сохранить от вырубки как можно больше лесов. Дома строят между деревьями, вокруг них и даже на них. Некоторые австралийцы даже считают, что в будущем все новые дома должны быть именно такими. Началось самое яркое время года. Каждую весну бельгийский лес Хейлербос становится синим от цветов миллионов колокольчиков. Тысячи людей съезжаются в долину Антилоп в Калифорнии, чтобы посмотреть на яркие маковые поля. У нас в Ульяновской области есть свое чудо. Именно сейчас в родящего цветут поля диких пионов. И это очень красиво. Мало кто любит чаек. Считается, что они громкие, наглые и не самые чистоплотные птицы. Но вот в бельгийском городе Депана этих птиц так уважают, что даже посвятили им фестиваль. Его участники соревнуются в том, кто лучше изобразит крики чаек и их движения. В этом году в конкурсе участвовали 50 человек. Встречайте победителя! Ну как, улыбнулись? Значит, день для вас будет просто отличным. Хорошего вам настроения и только самых позитивных новостей. С вами была Семенова Варвара. Пока! Когда вы в последний раз были в Ульяновском зоопарке? Если давно, то тогда у меня для вас хорошие новости. Их очень много. Смотри сюжет Насте Камаевой. Давно мы не были в Ульяновском зоопарке, а здесь, как всегда, очень много новостей. Например, здесь появились малыши. Этому козленку всего один день, и он самый младший житель зоопарка. А вот струюсята Чип и Дейл, обезьянка и грунка Татоша и многие другие зверята и птенцы уже вовсю бегают по вольерам и радуют посетителей. А сколько малышей здесь готовится появиться на свет? Скоро пополнение в семье у косули малыша, у карликовой лошадки. Птенцов высиживают филины, коршуны, гуси, утки. Извините, сколько у вас яиц? Скоро ждет зоопарк и совсем другое пополнение. Некоторые звери и птицы приедут сюда жить из других зоопарков и питомников. Мы ведем переговоры с московским зоопарком по поводу росомахи, приобретения росомах пара. Это хорза, уссурийская хорза, и, возможно, это тигр. Некоторые новые жители зоопарка появились здесь совершенно случайно. Лебеди с перебитым крылом принесли неравнодушные люди. Работники зоопарка его выходили и вылечили. Еще один подкидыш – малыш-лесенок. Его приходится выкормить вручную. Но больше всего хлопот семейством бельчаток. Принесли их люди с парка Победы. Гнездо там ворон разорили. Принесли их, подобрали, сюда принесли. И вот они у нас находятся на реабилитации. Малыши принесли совсем крошечными. Сейчас они подросли, и кроме кошачьего молока, которым их выкормили, уже пробуют орешки и фрукты. Бельчата очень ласковые и ручные. Между собой они, когда кушают, могут немножко так пофорчать друг на друга, что типа это моё, это моё отделяют. А так они нормально, они спят вместе, группой, греются. Не скажу, не знаем, что такое. Такие общительные. Они, в принципе, белки очень общительные. Первый раз у меня опыт с белками. Когда белчата подрастут, они, скорее всего, останутся в зоопарке. Им построят собственный вольер. Пока же готовятся новые вольеры для соболей и норок, для южных птиц, для пары волков. Если вы хотите не просто посмотреть на обитателей зоопарка, но и узнать о них побольше, то для вас ещё одна хорошая новость. У нас идёт запись на каждые выходные сборные экскурсии. Проводится она каждую субботу и воскресенье по записи. Далее мы пролонируем открыть новую экскурсионную программу. Это «Закулись и зоопарка». И если будет ночной зал, то это ещё ночная экскурсия по ночному зоопарку. Приходите в Ульяновский зоопарк и вы убедитесь, что жизнь здесь кипит и днём, и ночью. И ни часу не проходит без свежих новостей. Что вы больше всего любите в школе? Лично я – перемены. Сейчас мы узнаем, как проводят свои перемены школьники из других стран. У нас есть всего две перемены, и обе они длятся по полчаса. На первой перемене мы едим, а на втором мы играем и бегаем. У нас между уроками перемены нет. У нас просто достаточно времени, чтобы дойти до следующего класса. Но у нас есть одна большая перемена, которая длится 45 минут. А все обедают потом, либо бегают, прыгают, гуляют, либо просто болтают. На переменах мы чаще всего общаемся или читаем, но иногда доделаем домашнее задание или готовимся к следующему уроку. В Японии на переменах я обычно играю на улице. В разные игры, например, в баскетбол, футбол, волейбол, ну и ещё в какие-нибудь игры. В первоклашке качаются на качелях, играют в жмурки. А те, кто не хочет играть на улице, они идут читать в библиотеке. Между уроками у нас есть перемены. Они называются уисес. И на переменах мы играем в догонялки, в прятки, в догонялки и в покемонов. И вот они, покемоны мои. По одной из версий, слово «коктейль» произошло от английского слова «кок» – петух и «тейл» – хвост. А все из-за того, что первый коктейль был украшен петушиными перьями. Так это или нет, узнаем в следующем сюжете. Сегодня 13 мая, международный день коктейлей. И чтобы вам было чем отпраздновать, сегодня я вас познакомлю с Женей. Женей Бармен. Привет, Полина. Привет. Чтобы сделать коктейль, самое главное – охладить бокал и всю посуду, которую мы будем использовать. Мы будем с тобой использовать два вот таких больших бокала. Они называются хайболы. Тебе нужно насыпать лед. Смотри. Поднимаешь бокальчик, ставишь его под градус. Берешь немного льда и просто засыпаешь в макар. Держи. Я думаю, тебе хватит. Сейчас мы с тобой возьмем все ингредиенты. Мы будем использовать клубнику. Держи. Это джиггер. В джиггер мы наливаем жидкость, чтобы отмерить, сколько нам нужно. У тебя здесь есть отметочка. Тебе нужно налить из бутылочки ровно по отмерке. По первой или первой? По второй. Верхняя. Так. Далее. Теперь нам нужно залить это внутрь бокал. Для успеха любого коктейля, для того, чтобы он был вкусный, нам нужно сладкую часть и кислую. Тогда он будет сбалансированный, он не будет слишком дырный, не будет горький или кислющий и будет приятно его пить. Берешь эту бутылочку. Это кордиал. Кордиал это кисло-сладкая часть для коктейля со вкусом лаванды. Нам нужно совсем немного, тоже 25 мл. Переливаем внутрь. Что мы еще будем добавлять? Еще мы будем добавлять ананас и пену из патаха. Так. Теперь у нас есть барная ложка. Бери любую. Нам нужно чуть-чуть размешать коктейль, чтобы кислая и сладкая часть смешались между собой. Вот. У тебя отлично получается. Да. Немножечко размешала. И кладешь ложечку себе для работы. Какие продукты нельзя смешивать? В основном нельзя смешивать слишком кислотные или слишком острые продукты с молочными. Это одно из правил, которые мы используем, потому что они просто не подходят друг другу для человека. В любом продукте есть четкий баланс аминокислот. И переизбыток этих веществ приводит к интоксикации организма, к плохому самочувствию. Поэтому бармены настоящие так не делают. Чтобы сделать коктейль немного тропическим, мы с тобой добавим ананас. Это ананасовый лимонад. Его уже нужно добавлять не по джиггеру, не по мернику, а просто в бокал. Ты берешь бокальчик и заливаешь сюда лимонад. Примерно вот столько. Отлично. Последний ингредиент это пеночка. Есть вот такая вещь. Это называется кремер. Он взбивает любые основы, в которых нет газика. Чтобы сделать красивую пеночку, нужно немного взболтать кремер. И просто нанести ее наверх. Смотри. Нажимаешь сюда и выдавиваешь в коктейль. Теперь давай посыпем ее немного шоколадом, чтобы было послаще. Смотри. Когда ты будешь работать в баре, потому что из тебя получится отличный бармен, ты поймешь, что нельзя насыпать ингредиенты рукой. Но мы делаем коктейли себе, поэтому можно. Их насыпают барной ложкой. Еще побольше тебе. Чем больше вкусности, тем лучше коктейль. Для себя так точно можно делать. Теперь нам надо взять трубочки, чтобы было удобнее пить. И попробовать то, что получилось. Вкусно. Вкусно. С тебя точно получится хороший бармен. Спасибо огромное Жене. Мне было очень интересно. Надеюсь, вам тоже. Теперь попробуйте приготовить коктейли сами. Я уверена, у вас получится. Ой, извините, я отлегся на мемы. Давайте посмотрим их вместе с вами. Субтитры сделал DimaTorzok. Наш выпуск подходит к концу. Впереди вас ждет афиша с Настей Кичаевой. Ну а я с вами прощаюсь. Хороших урок выходных. Добрый день, дорогие друзья. Все-таки май – это прекрасный месяц. Все начинает расцветать, зеленеть и как будто обретает новую жизнь. А знаете, где еще можно увидеть что-то очень красивое и интересное? Конечно же, в кино. Давайте посмотрим, что нас ждет. Любители мультфильмов, информация для вас. 18 мая будет премьером мультика «Трио в перьях 2». Это продолжение с 2016 года. Воробей Ричард вдруг узнает, что ему не дадут возглавить перелет стаи аистов в этом году. Не желая с этим мириться, он отправляется в путешествие, которое полно опасностей. 18 мая выйдет детектив «Хитровка. Знак 4». Знаменитый режиссер Станиславский просит помощи у известного писателя для новой пьесы. Вместе они отправляются в легендарную бандитскую хитровку. А что с ними было, узнаете в кино. 25 мая будет премьера мультфильма «Три разбойника и лев». В тихий, спокойный городок Кардамон приезжают три разбойника с живым львом. Они – настоящие стихийные бедствия. Однажды они решают себе нанять домработницу, чтобы она вела хозяйство. Но она начинает полностью управлять их жизнью. А что из этого вышло, смотрите в кино. 25 мая состоится премьера комедии «Мой пес Руни». Минсу собирается жениться, но внезапно узнает, что у его невесты аллергия на собак. Лучшему другу парня, золотистому Руни, приходится искать новую семью. А вот кому он попал – смотрите в кино. 30 мая выйдет еще один детектив вперед. Двое братьев после смерти отца начинают промышлять ограблениями. Их замечает тренер по легкой атлетике, приехавший в город для отбора талантливой молодежи. Одному из героев предстоит победить чемпиона мира в марафонском забеге. Вот сколько вариантов, чем можно насладиться в свободное время. Выбирайте фильм на ваш вкус и покупайте билеты. Всем отличного настроения и приятного просмотра. Встретимся через две недели. Наш выпуск подходит к концу. Впереди вас ждет ошибка. Однажды они решили нанять себе домработницу, чтобы она… Надеюсь, вам тоже. Почему я забываю одно и то же в сражении в пятый раз. Так, вы чешите ли у вас рога? Все понятно, понятно. Это же все снимается сейчас? Конечно. Они – настоящее стихийное бедствие. Мало кто любит… Мало кто любит чай. Мало кто любит чай. Да, все. Садитесь, что ты. Спасибо за субтитры. Приятного аппетита. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.